О том, что завод больше не работает, сотрудники узнают прямо на проходной. Ворота на замке, а около предприятия скапливается толпа. По словам изволнованных заводчан, директор закрыл производство без предупреждения. Мы очень завод закрыли, офис закрыли, нас даже и не пустили туда. У нас остались личные вещи там, документы. Обеспокоенные закрытием предприятия рабочие уже несколько дней пытаются получить от директора хоть какую-то информацию. Однако попытки тщетны. Руководитель Дмитрий Белый не выходит на связь. Мой человек отвечает. Оставьте сообщение на автоответчик. Так вот и постоянно. Причина такого решения предполагают заводчане. Их просьбы выплатить долги по зарплате. Работники уже 4 месяца вынуждены клянчить у директора деньги, чтобы купить хотя бы лекарства и продукты. У меня ребенок ездит старше в колледж, мелкий в школу ходит. И когда бы не пришел попросить, что нужно деньги на дорогу, ну войдите в положение, войдите в положение. Подождите, потерпите. Так 10 тысяч даст и все. Снова терпим, снова ждем. Снова опять подходит платеж, снова потерпите, подождите. Входить в положение заводчанам надоело. И они пригрозили, что не выйдут на работу. Руководитель предоставил такую возможность. За день до того, как на воротах предприятия повесили замок, по словам сотрудников, уволилась бухгалтер. Именно с ее личного счета в последнее время и поступали деньги заводчанам. Денежные средства на предприятие Косулинское МП поступали регулярно. А это откуда информация? Это бухгалтерия. При этом устроиться на новую работу сотрудники тоже не могут, так как приказов об увольнении не было, трудовые книжки остались на закрытом заводе. В государственной инспекции труда утверждают, действия директора незаконны. Предприниматель, работодатель, если он решил сокращение провести или ликвидацию предприятия работников, он должен известить не позднее, чем за два месяца, причем письменно, под роспись. Заводчане уже написали заявление в прокуратуру, обещались помочь оставшимся без работы и в Белоярском управлении агропромышленного комплекса. Мной руководству была информация доведена, которая сложилась в настоящее время. В рамках, скажем так, координации каких-то действий прибыл сюда, в Белоярскую Межрайонную прокуратуру, для какой-то координации, по крайней мере, получения дополнительной информации. Вернуться на предприятие работники уже не надеются, однако планируют добиться, чтобы им возместили хотя бы минимальный зарплатный долг, пока люди вынуждены занимать деньги и кто-то уже встал на биржу труда. Анастасия Раздобарина и Евгений Лапидус. События ОТВ.